Друзья, всем привет! С вами канал GrandExam, меня зовут Арсений Филин. На этом канале мы с вами обычно говорим обо всем, что связано с ЕГЭ, с поступлением в ВУЗ. Если эта тема вам интересна, подписывайтесь на канал. Итак, платка. Стоит ли вообще рассматривать поступление в ВУЗ на платной основе? Есть ли в обучении на платке хоть какие-то плюсы по сравнению с обучением на бюджете? А может быть, есть и какие-то минусы, помимо самого очевидного, простого минуса, что, собственно, за платку нужно платить? Давайте в этом ролике я постараюсь поделиться какими-то своими мыслями на этот счет. Ну, а вы свои мысли обязательно пишите в комментариях, будем их обсуждать. Ну, а чтобы было чуть-чуть пободрее, давайте будем чередовать положительные и отрицательные стороны обучения на платной основе по сравнению с обучением на бюджете. Первый просто огромный плюс поступления на платку заключается в том, что часто на платку просто невозможно не поступить. Последние два месяца на этом канале мы с вами, в принципе, только и говорим о том, насколько сложный и неочевидный сам процесс поступления на бюджет. Я думаю, что вы все, которые смотрят это видео, кто смотрит мой канал, согласитесь, что задача справедливого распределения бюджетных мест между абитуриентами решается государством, ну, довольно странно, давайте так скажем. Потому что все очень сильно запутано, сложно, непрогнозируемо. В каких-то вузах после зачисления квот и олимпиадников вообще не остается бюджетных мест, а в других вузах там на 10 бюджетных мест спокойно залетают ребята с номерами 600-700 в ранжирных списках или даже ниже. Мой любимый пример – отделение механики на Мехмат МГУ в 2020 году. Там у них проходной был 347 баллов из 410, потому что там еще 3 ЕГЭ, дополнительные вступительные испытания и 10 баллов за индивидуальные достижения. А на следующий год, в 2021, из-за отмены второй волны, проходной опустился до 270, то есть за год проходной упал на 77 баллов. И вот вы смотрите на этот проходной, и как вообще можно на него ориентироваться, как вообще во всем этом ориентироваться. Я уже несколько лет слежу за приемом, и то вот никак не могу привыкнуть, и каждая приемная кампания – это море стресса. Что уж говорить тут про абитуриентов. С платкой в этом плане, конечно, просто в миллиард раз проще. Если вы набрали минимальные баллы ЕГЭ, утвержденные Министерством образования для поступления в подведомственные вузы, то почти везде вас возьмут на платку с превеликим удовольствием. На нашем большом ежегодном стриме мы с Катей Александровой обсуждали, что на платку практически нигде нет конкурса. Только какие-то супертоповые вузы типа МГИМО могут позволить себе конкурс на платку. Некоторые вузы типа МФТИ могут, конечно, установить довольно серьезный порог по баллам, выше, чем порог Министерства, и если у вас баллы ниже, то они вообще вас как бы к зачислению не рассматривают. Например, если у вас меньше 85 баллов по математике, то они не рассматривают вас ни на бюджет, ни на платку. То есть вуз может поднять вот эти пороги выше, чем у Министерства, но это мы опять говорим про топовые вузы. А вузы попроще? Они берут всех. А если вуз не подчиняется Министерству высшего образования и науки, то у них и пороги могут быть даже ниже. Например, МГУ подчиняется правительству Российской Федерации, казалось бы, да, там самый супер вуз. И так он подчиняется правительству Российской Федерации, а не Министерству высшего образования и науки, то и баллы он может изменить. И вот если в большинство вузов страны по математике нужно хотя бы 39 баллов набрать, то в МГУ на многие специальности достаточно по математике добрать 27 баллов. И на бюджет вы, конечно, никуда, скорее всего, с таким баллом не пройдете, а вот на платку в МГУ вполне. Раз уж мы с вами заговорили о поступлении на платку, хочется напомнить, что практически все, что касается поступления на платку, вузы регулируют самостоятельно, в том числе сроки подачи документов. Есть какие-то общие ограничения. Например, вузы обязаны завершить прием документов на платку до 20 августа, но могут завершить и раньше, или устроить зачисление в несколько этапов и так далее. То есть дедлайны 20-25 июля, они у нас касаются только подачи документов на бюджет. Но в любом случае, и 25 июля, и 20 августа еще впереди, так что если вы еще не определились окончательно со списком вузов, в которые вы будете поступать, еще есть время, чтобы подать документы еще куда-нибудь. Например, обратите внимание на Московский университет МГРИ. А если полное название, Российский государственный геолого-разведочный университет имени Сергея Ржинькидзе. Вуз с более чем 100-летней историей. Топовые преподаватели с многолетним стажем и большим опытом в научной деятельности научат вас специальностям. Геология, горное нефигазовое дело, экология природопользования, прикладная геодезия. А также множество общих специальностей. Экономика, строительство, финансовый менеджмент, IT-специальности, управление персоналом. Всего в вузе 56 специальностей и направлений и 482 бюджетных места. Но даже если вы не добрали заветных баллов ЕГЭ, стоимость платных мест вас приятно удивит, потому что она ниже, чем у вузов-конкурентов, а диплом вы получаете государственного вуза и с заветной специальностью. По данным Минтруда, 93% выпускников МГРИ трудоустраиваются, а средняя зарплата 91 489 рублей. Не так плохо для только начинающего специалиста. Партнерами МГРИ являются крупные компании. Газпром, Роснефть, Алроса, Норникель, Башнефть, Лукойл и многие другие. Задумайтесь, насколько это перспективный выбор и решение на данный момент. Россия богатейшая в мире страна на природные ресурсы, и спецы в этой области будут нужны всегда. Ну и дополнительно. В вузе красивые и современные аудитории, оснащение современной техникой, есть удобный кампус общежития, а студенческая жизнь насыщенная и интересная. Фестивали, поездки, выездные практики. Студенчество в МГРИ это еще и сильное целеустремленное окружение и прочные социальные связи на долгие годы. В общем, принимай правильное решение о выборе вуза прямо сейчас и выбирай МГРИ для подачи документов. Чтобы узнать условия поступления, стоимость обучения и остальные подробности, переходи по ссылке в описании к видео. А теперь давайте о минусах обучения на платке. Нужно платить. Единственный минус, единственное отличие от бюджета, из которого вытекают все остальные минусы. Когда мы с вами говорим о платке, по моим ощущениям, в большинстве случаев мы говорим о том, что родители оплачивают ребенку обучение. 200, 300, 500 тысяч в год, как в МГУ, например. Для кого-то это неподъемные суммы, а в каких-то семьях это расплюнуть. Доходы в нашей стороне, как известно, очень разные от семьи к семье. Но, допустим, вы поступаете, для ваших родителей вообще не проблема оплатить ваше обучение. Я общаюсь иногда с такими ребятами, некоторые даже к ЕГЭ-то особенно не готовятся. Им главное перейти вот эти самые пороги, чтобы на платку взяли. Потому что с родителями заранее есть договоренность, что они оплачивают обучение в ВУЗе. Всем все понятно. И я не говорю, что здесь есть что-то плохое. Родители, они берегут ваши нервы, берегут ваше здоровье. Вы потом получите хорошее образование, получите хорошую работу. И тоже сможете, скажем, родителям помогать. Может быть, просто ваши родители подумали. Зачем нам отдавать кучу денег репетиторам, если все это все равно не гарантирует поступление на бюджет? Учитывая все сюрпризы, которые каждый раз нам ЕГЭ преподносят. И вот эту вот самую кривую систему поступления на бюджет, которую мы с вами обсуждаем здесь все лето. Может быть, лучше просто сразу взять и оплатить ребенку обучение гарантированно. В общем-то, вполне понятные аргументы. Все как бы довольны в такой договоренности. Все понятно, все замечательно. Но до тех пор, пока у вас нет каких-то противоречий, каких-то расхождений во взглядах с родителями. Я, конечно, вам всем желаю, чтобы у вас с родителями всегда было полное взаимопонимание. Но на практике так не всегда получается. Ну и вообще, если вы на бюджете, да еще вуз вам дает общежитие, платит какую-то адекватную нормальную стипендию, то мне кажется, что вот это вот и есть та самая свобода, независимость. Тот самый переломный момент, когда вы уже сами принимаете все решения и сами уже полностью отвечаете за свою жизнь, которых многие как раз ожидают от перехода из статуса школьника в статус студента. Если при этом есть зависимость от родителей, хотя бы в плане оплаты обучения, то свобода это не такая полная, с моей точки зрения. Как-то сумбурно получилось. Не знаю, поняли ли вы мою мысль. Может быть, это какие-то конкретно мои тараканы, но почему-то мне показалось это важным. Может быть, я зря столько внимания на этом акцентировал. Напишите свое мнение. Вернемся к плюсам. Потому что деньги, потраченные на учебу, это, конечно, важно, но еще важнее, еще ценнее ваше время, которое вы тратите в университете. Потому что деньги можно заработать, а вот в пустую проведенное время вам никто не вернет. Это я к тому, что если у вас есть возможность оплатить свое обучение, то, скорее всего, у вас есть возможность не просто гоняться за бюджетным местом ради бюджетного места или, там, ради отсрочки от армии, а поступить именно туда, куда вы действительно хотите, и где обучение даст вам реальную пользу. Потому что, вот смотрите, постоянно проводятся исследования, сколько людей работают по специальности. Когда-то получается, что чуть больше половины, когда-то получается, что чуть меньше половины, но уже очень давно в среднем около половины всех людей работают не по той специальности, которую они получили в ВУЗе. Возникает тогда вопрос, а зачем они, собственно, тратили свои наиболее продуктивные годы на какие-то непонятные, ненужные им лекции, экзамены, тратили свое здоровье на бессонные ночи перед сессией и так далее. Какой-то вообще был смысл идти учиться? Шли бы там сразу после школы работать, строить карьеру, пока еще там нет детей, кредитов и так далее, зато есть куча энергии, куча энтузиазма. Вы тут возразите, скажете, что универ дает не только знания, но еще и связи, нетворкинг, кругозор, и вот это вот все намного ценнее, и вот именно это позволяет в конечном итоге как-то найти свое место в жизни. Но не лучше ли тогда все это получать все-таки в том ВУЗе, где вам еще дадут и какие-то полезные знания, которые вы будете реально применять в своей будущей работе? Так что вот выбирая между бесплатным и бесполезным, или платным, но полезным, наверное, я бы выбрал второе. При этом, опять-таки, не забывая, что в любом случае вы отдаете универу самое ценное, 5-6 лет своего наиболее продуктивного возраста. По-моему, вполне достаточно такой веский аргумент в пользу платки, или даже в пользу образовательного кредита, конечно, если вы четко осознаете, зачем вам это образование, и понимаете, что оно действительно принесет вам пользу в дальнейшем. Мне довольно часто пишут в личку какие-то вопросы по поводу поступления, и вообще по поводу каких-то вот юридических вопросов, связанных с обучением. Иногда пишут в таких объемах, что я даже отвечать не успеваю. И знаете, какой самый частый вопрос, который я получаю? Не про списки, не про проходные баллы, а про перепоступление. Например, проходит год вашего обучения, и вы понимаете, что вы учитесь где-то не там, что вам хочется перепоступить в другой ВУЗ. Очень частая история, девчонки, у которых нет вопросов со срочкой от армии, они просто в огромных количествах каждый год перепоступают в какой-то другой ВУЗ. Потому что пока у вас нет диплома, можно сколько угодно раз поднимать свои баллы ЕГЭ, если нужно, и перепоступать. Так вот, решили вы перепоступить в другой ВУЗ, где вы будете на своем месте, где вам будет действительно нравиться учиться и так далее. Но если вы на платке учитесь, родители-то уже отдали полмиллиона рублей где-нибудь за ваше обучение в первом ВУЗе за первый год, отнесутся ли они с пониманием к тому, что вы себя нашли где-то в другой сфере? Да даже если вы сами за себя платите, ну жалко будет принять, что столько денег вы отдали впустую. Но с другой стороны, что в такой ситуации делать? Продолжать учиться там, где уже очевидно ничего полезного вы для себя не получите? Продолжать платить за это еще там 3-4 года? Продолжать, опять-таки, отдавать универу свое время, свою энергию? Ну так себе вариант. Если вы учитесь на бюджете, если у вас нет вопросов со срочкой от армии, вы сколько угодно раз можете менять ВУЗ, менять направление, искать себя, искать то образование, которое действительно поможет вам сформироваться как специалисту. Платка окупается. Конечно, не везде, не всегда, но если вы ответственно подойдете к выбору места, где вы учитесь, то, может быть, ваш годовой платеж за образование сравняется в будущем с вашей месячной зарплатой. Потому что что такое 200-300 тысяч, когда вы вчерашний школьник? Ну прям такая серьезная сумма. Что такое 200-300 тысяч, когда вы с правильным образованием устроились в правильное место на зарплату в 300-400 тысяч в месяц? Ну вот обьете вы свое обучение за полгода. При таком раскладе можно и образовательный кредит взять, все равно вы в плюсе будете на дальней дистанции. Такие примеры есть, и таких примеров немало. Но тут, конечно, нужно очень ответственно подойти к выбору ВУЗа, к выбору специальности. Потому что если вы, например, как я в свое время, пойдете на физика-теоретика, не подумайте заранее, где и на какую зарплату вы будете в будущем работать, да еще и возьмете образовательный кредит под это, ну, мне тогда остается вам только посочувствовать. Хотя, опять-таки, внимательно подумать о том, что будет с вами после ВУЗа, это важно не только для платки. Это важно в любой ситуации. Платка, кредит, бюджет. В любом случае вы инвестируете свое время. Поэтому самый главный мой вам совет, очень внимательно отнеситесь к вопросу, зачем я иду в университет, что я получу на выходе и как мне вообще это пригодится. Если это осознание есть, если есть понимание, что именно это место, эта специальность будет в будущем для вас такой лестницей в будущее, которое вы для себя задумали, ну, тогда нужно цепляться за эту возможность. Нужно искать деньги на платку, можно брать образовательный кредит, ну, искать любые способы. Наверное, я уже десятый раз сегодня это повторил, но мне действительно кажется, что это вот очень большая проблема, очень важный вопрос. У меня ощущение, что выпускники на 90% сконцентрированы на баллах ЕГЭ, на подготовке к экзаменам, а дальше уже вот получают баллы и с этими полученными баллами просто выбирают ВУЗ попрестижнее, повыше в рейтингах, у кого там повыше проходные, как будто кто-то вам обещает, что если у ВУЗа повыше проходные, побольше рейтинг, то у вас лучше сложится карьера после него. То есть, мне кажется, абитуриенты ни на этапе выбора предметов ЕГЭ, ни на этапе даже выбора ВУЗа часто не задумываются о том, о какой именно вклад даст именно этот ВУЗ, именно это направление подготовки в мою будущую карьеру. То есть, как будто вот по инерции, знаете, после школы попадаешь в университет на какую-то специальность, которая плюс-минус соответствует школьным предметам, которые вот в школе лучше давались. А в итоге мы получаем 50% людей, которые работают не по специальности. Студенчество вообще очень крутой период в жизни большинства людей, потому что вы молоды, у вас куча энергии, куча амбиций, и обычно не то, чтобы какая-то суперсерьезная, супербольшая нагрузка в перерывах между сессиями. Можно путешествовать, тусить, знакомиться, развиваться, в общем, море позитива. Но если при всем этом вы решили самостоятельно оплачивать свое обучение, то тут вы уже несколько связаны финансовыми обязательствами перед университетом. Хочешь не хочешь, надо где-то работать, потому что будет обидно, если вы оплатили, скажем, два года обучения в ВУЗе, на третий год у вас возникли какие-то сложности с работой, не удалось оплатить, и вас из-за этого отчисляют. Короче говоря, если вы должны еще регулярно что-то платить в ВУЗе, постоянно где-то работать ради этого, параллельно с учебой, то, может быть, студенчество уже не покажется вам таким радужным и беззаботным периодом, как у большинства. Поэтому люди, которые поступают на оплатку, сами за себя платят, не надеются на родителей, не берут образовательный кредит, который можно отдавать уже после учебы, то им, конечно, можно только выразить поддержку и понадеяться, что все это не зря и окупит себя в будущем. Но конкретно я бы, наверное, на такое не решился. Может быть, достаточно неочевидный момент, но многие говорят, что обучение на платке сопровождается другим уровнем ответственности, другим отношением к самой учебе. То есть, если ты понимаешь, что ты за это обучение платишь большие деньги, что ради этой учебы ты работаешь где-нибудь в ночную смену или будешь отдавать кредит еще несколько лет после того, как ты закончишь учиться, то, возможно, ты будешь более ответственно относиться к обучению, будешь пытаться вытянуть каждую крупицу знаний, каждую крупицу нужной тебе информации и так далее. В то время как ребята на бюджете, они часто относятся к универу так же, как относились к школьным занятиям, когда учились в школе. По максимуму скатать, где можно на пары не ходить. Экзамены у нас на физфаке в мое время многие сдавались микронаушникам, а на гуманитарных факультетах, где не спрашивают никакие формулы, мне кажется, это вообще цветет буйным цветом. Кто учится в ВУЗе, напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас проходят сессии, и многие ли ходят на экзамены с микронаушником. Так вот, если вы платите за свою учебу деньги, то и относиться к ней, наверное, вы будете более ответственно. Ходить на лекции, учить предметы к сессии вы будете, что называется, для себя. То есть будете постоянно держать в голове, что все это вам пригодится в будущем, как такая очередная ступенька к какой-то вашей карьерной цели. То есть, опять-таки, мы приходим к тому, что иногда лучше заплатить за обучение в университете, если это приведет к более осознанному проживанию этого достаточно большого периода вашей жизни. И мне кажется, что с этим даже школьники сталкиваются. Я вот много времени трачу на что-то, связанное с подготовкой школьников к ЕГЭ по техническим предметам, и я вижу, что YouTube просто завален какими-то бесплатными трансляциями, видеороликами, лекциями для подготовки экзаменов. Есть даже полные такие полноценные бесплатные курсы. Напомню, кстати, что у нас есть бот-календарь со списанием таких вот бесплатных вебинаров, бесплатных YouTube-трансляций. В описании оставлю. Но многим, чтобы начать полноценно готовиться к ЕГЭ детям, им нужно вот прийти на какие-то курсы и заплатить. Потому что когда ты заплатил уже свое обучение, ты уже по-другому к этому относишься. Наверное, у психологов есть какое-то название этому явлению, какое-то объяснение. Но я не психолог, поэтому я просто делюсь своими наблюдениями. Как-то так. Спасибо большое, что посмотрели. Основную мысль мою, наверное, вы уже уловили. Мне кажется, самое главное — осознать, зачем ты идешь тот или иной универс, что ты от этого хочешь получить. И тогда уже вопрос о том, платка это будет или это будет бюджет, мне кажется, можно уже вывести на второй план. Ну, мне так кажется. Спасибо тем, кто поддерживает ролик лайком, комментарием. Вижу, что на канале становится больше подписчиков. Это очень важно для меня. Большое спасибо тем, кто подписывается. То, что разговоры о блокировке Ютуба вроде как поутихли, нас с вами на канале становится больше. Так что думаю, что я смогу как-то тоже переосмыслить свое распределение времени, чтобы больше снимать на Ютуб. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Там мы часто выкладываем какие-то новости, связанные с поступлением. И сейчас будем очень внимательно следить за процессом подачи оригиналов, за процессом зачисления в ВУЗы. Вот в начале августа до 3 августа. Огромной удачи вам всем в поступлении. С вами был Филин. Всем пока.